14 июня в Одессе прошло необычное масштабное собрание, стратегическая сессия. Она была посвящена разработке стратегии развития Одесской области, выявлению болевых точек, обрисовке перспективных кластеров развития региона и консолидации гражданского общества. В мероприятии приняли участие почти 700 человек. Подробности в сюжете Алии Замчинской. Главные задачи стратегической сессии – определить приоритетные кластеры экономики региона, собрать лучшие идеи и в первую очередь быстрых побед, которые смогут стать символами изменений и инфраструктурных проектов, консолидировать гражданское общество Одесской области. Проблема в этом городе была всегда одна и та же. Одни и те же группы, как мы знаем, одни и те же группировки, кланы, в 90-х годах вообще преступные, мафиозные объединения, все контролировали, все распределяли. Было бы этот таможник, где они это распределяли вместе с тамскевлянами, и налоговой, и в строительном секторе, и не говорю про назначение, не говорю про бюджетные средства. Все это распределялось, был между собойчик. Глава региона сообщил, что первоочередными шагами в реформировании области будет обновление штата чиновников новыми молодыми специалистами. Одессе и Украине необходимо сделать что-то совершенно необычное, чтобы выбраться из нынешней ситуации. А для этого нужны люди абсолютно разных поколений и подходов. Формой проведения мероприятия организаторы выбрали мозговой штурм. Одесситам предложили сначала определиться, какое они хотят видеть Одессу и область через три года. Я бы хотел видеть Одесский регион максимально интегрированным, цивилизованным пространством, чтобы Одесса стала настоящим европейским регионом. И то, что говорил сегодня Михаил Саакашвили, это создание трассы Одесса-Ренида, чтобы Одесса была действительно связана на север с Прибалтикой европейской и с Румынией на юг. Первое, это безусловно мирный, где снижен уровень агрессии и поляризации. То есть люди налажены и восстановлены коммуникационные связи. И все повернуты к тому, чтобы усиленная социальная активность и синергия разных усилий, для того, чтобы развить тот потенциал, который у нас есть. Вторая часть сессии была посвящена выработке механизмов достижения поставленных целей. Все идеи были структурированы. В итоге они реагуют на стол главы области. Результатов в виде интеллектуального продукта можно ожидать через несколько дней, когда все это будет обработано. Результатов в виде первых изменений следует ожидать тогда, когда масса людей поверит в то, что изменения в городе и области возможны, и вместе с новой властью пойдет это делать. По итогам работы стратегической сессии одесситы представили свои идеи развития области и города в 10 разных направлениях. Над разработкой приоритетных шагов работали почти 700 одесситов. Алия Замчинская, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова